О своей победе Инна Новикова уже знает, но виду в силу профессиональной скромности не подает. Сосредоточена на работе с пациентами. Их за 23 года трудовой деятельности было несколько тысяч с самыми разными проблемами. Часто специфическими. Полностью перебинтованного мужчину с опухолью, пришедшего к ней в кабинет за несколько минут до окончания приема, специалист помнит до сих пор. Я быстренько побежала к онкологу, попросила его не уходить раньше. Он пришел прямо к нам в кабинет, поднялся. Мы осмотрели этого мужчину, назначили ему обследование, потому что боялись, что он все-таки опять от нас скроется и придется его искать. Но настроили его на то, что он должен обязательно лечиться, что все будет хорошо. Хотя сами переживали, не зная природу этой опухоли. Но он молодец, он обследовался, пролечился, как положено. Прошел все этапы лечения, выздоровел. Не обходится и без курьезных историй. На столе в кабинете врача-дерматовенеролога побывали не только документы и медицинские карты, но и насекомые, которых приносили пациенты. Так бывают курьезные случаи еще на приеме. Очень часто, учитывая то, что мы занимаемся всевозможными инфекционными заболеваниями, к нам иногда приносят в коробочке всевозможных насекомых, чтобы мы посмотрели, что там высыпают этих насекомых на стол. К проблемам пациентов Инна Новикова относится с пониманием и участием. Специфика ее профессии требует установления доверительного контакта в общении с людьми. Есть такие случаи. Некоторые приходят и говорят, нам даже стыдно сидеть под вашим кабинетом. То есть все думают, что у нас венерическое заболевание, хотя приходят с проблемами кожи. Ну, естественно, мы даем понять людям, что наш кабинет такой же, как все остальные. И любая проблема – это проблема человека. И мы пытаемся с уважением и с пониманием подойти ко всевозможным проблемам людей. Участвовать в окружном конкурсе «Врач года» скромную Инну Новикову уговорили коллеги. Написала работу, отправила. Ну и, соответственно, как бы уже и забыла об этом. Вот. Решила, что написала и написала. Никакого призового места не будет. И в какой-то из дней подошла замглавврача по поликлинике и говорит, Инна Николаевна, вы заняли второе место в окружном конкурсе «Врач года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова